Ну, к сожалению, чтобы запустить Мечта ТЭЯ была одна из ключевых проблем в том, что приведение, да, там возможно было сделать обсерватор, но там нужно было вложить большие капиталы вложения определенные в приведение номеров до определенных стандартов. Потому что обсерватор под собой подразумевает медицинское учреждение в первую очередь, это санаторий или какая-то медорганизация, какой-то может пансионат, который может быть использован под медицинские цели. И челолюди помещаются в этот обсерватор на две недели, в эти номера, они туда не выходят, также они живут в этих номерах, за ними наблюдают медработники. В дальнейшем, когда человек этот уходит, номер должен полностью обработаться по словам Санпина. К сожалению, там на стенах были обои, ковровое покрытие на полах, мягкая мебель, которая не подлежит обработке. То есть, все это можно было сделать, но на этом, наверное, капиталовое вложение и время. Поэтому сейчас рассматривается другой вариант, это также частный объект и ведутся переговоры с частником. Наша задача, как медиков, мы готовы в любой момент, когда только будет заключен договор и нам будет это передано в право оперативного управления, у нас уже сформирован штат сотрудников, у нас есть понимание по обеспечению этого обсерватора медицинским оборудованием штатами. И мы готовы выйти сразу же, как только это будет готово, именно отдано нам. Мы готовы выйти туда и организовать работу и все начать полностью. За городом так далеко, транспортная составляющая, насколько увеличивается. И вы сказали... Для кого? Ну, вообще, возить туда? Да, конечно, не будет никуда выходим. Их привезут на автобусе, их высадят, их обработают, помоют автобус, их привозят, а какая-то ж не проблема людей, не жителей, наоборот, это будет хорошо, что не будет подальше. Их привезут, высадят по сайтам на две недели. Сотрудники, которые будут там работать, они также заходят на две недели, уже не выходят. Они помещаются вместе с ними на одной территории, эта территория огораживается. То есть, это будет закрытая зона, обсерватор. Но там, чтобы люди понимали, что это наш город, там это люди, которые, например, могут приехать из-за границы, которые есть, ну, так же и в случае коронавируса. Но у нас и в России, в Красном крае, в Москве люди приезжают, в Москве их же не садят в обсерватор, правильно? Или там, с Краснодарского края, с других регионов. Или мы с Крымом приедем куда-то, с ним будут сидеть. А это именно те, кто приедет за границей. Это не факт, что они могут быть заражены или там носители. Это здоровые люди в основном. Но они две недели должны быть на карантине. Ну, понятно, что у них будет более повышенные условия комфорта, чем инфекционном отделении. Действительно, это так. Они будут нормально там находиться. Но опять же, они будут находиться закрытые. Они не будут никуда выходить. Не будут только допущенные медицинские работники, которые будут их обслуживать, кормить, поедать и убирать за ними. Все. Но это будет две недели. Значит, еще не заключен договор? Нет, ну это заключает администрация города. Уже понимание есть. И в ближайшее, я думаю, время это все заключится. И мы, это вопрос не наш, еще раз говорю, мы в него не настолько вникаем. Это вопрос администрации. Но насколько неизвестно, то есть понимание получено. И там идет уже на стадии заключения этих всех вещей, насколько я и знаю. Какой там коечный фонд? Больше, чем Мечте? Да, намного больше. Там 80 номеров. Только заполняемость до 300 человек можно заполнить людей. И это здание, которое они выбираются на данный момент сейчас, этот переговор. Я просто не хочу озвучивать, потому что еще вопрос не решен. Но, по крайней мере, это здание соответствует всем Санпинам. Это действительно санаторий. Поэтому там удобно, все красиво и хорошо. И он далеко стоит от населенного пункта. Что тоже, я думаю, для жителей нашего города, которые так беспокоились, что будет рядом с ними, это будет их просто успокоить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!